Итак, дорогие студенты, мы продолжаем с вами изучение дисциплины менеджмент. Тема номер два — функция планирования. Я напомню вам, из первой лекции процесс менеджмента состоит из четырех функций планирования, организации, мотивации и контроль. На самом деле сейчас у современного руководителя перечень функций гораздо шире. Как мы видим, планирование, организации, мотивации, контроль, конечно, сохраняются, никуда они не делись. Это может быть руководство, это может быть координация, это может быть исследование каких-то явлений, оценка деятельности, принятие решений. Для того, чтобы решение было выполнено, нужен персонал, поэтому подбор персонала для многих руководителей тоже является их функцией. И такая представительская функция, как представительство и ведение переговоров или заключения сделок. То есть руководитель должен быть готов к различным функциям, к их грамотному выполнению. Но есть такая точка зрения, что управлять — это прежде всего планировать. Действительно, сначала надо понять, какую цель мы хотим достичь. Под эту же цель появляются задачи, под эту цель подбирается структура управления, конкретный персонал. Все это определяет стиль руководства и устанавливает нормы для контроля. Еще раз, планирование — это первая, самая важная функция процесса управления. В «Алисе в стране чудес» есть выражение, когда она спрашивает у кота, а как мне дойти вот туда-то? Он говорит, а куда ты направляешься? А мне все равно, куда идти. Тогда тебе все равно, куда направляться. Есть выражение, что ни один ветер не будет попутным, если не знаешь гавань, в которой плывешь. А вот как раз гавань, в которую надо доплыть фирме, определяется на стадии функции планирования. Планирование — это определение целей деятельности, но очень важно и средство достижения этих целей. Принятие решения о том, что делать, когда делать и кто будет делать. Практически что, где, когда. Планирование обеспечивает платежеспособность фирмы в любое время. То есть заранее мы знаем, когда какие ресурсы нам нужны — человеческие, материальные, финансовые ресурсы. Это все на стадии планирования мы определяем. Достаточно много видов внутрифирменного планирования. Раньше были долгосрочные планирования. Сейчас больше мы склоняемся к стратегическому планированию — это отдельная дисциплина для менеджеров. Есть среднесрочное планирование. Некоторые авторы говорят, что это 2-5 лет. Но на самом деле в рыночной экономике 5 лет — это уже долгосрочное планирование. Есть, конечно же, краткосрочное планирование — это на год, на месяц. Очень важно оперативное планирование, поэтому проводятся оперативные совещания примерно раз в неделю. Руководитель собирает, ставит задачи. Конечно же, очень важен план на случай непредвиденных обстоятельств. Вообще есть разные формы планирования, есть так называемое сценарное планирование, когда разрабатывается несколько сценариев — оптимистичный, пессимистичный и реалистичный, чтобы на случай непредвиденных обстоятельств все-таки фирма была готова, и у нее был какой-то задел, страховой баланс, который помогает фирме сохраняться на рынке в сложной рыночной экономике. Вот одна из позиций таблицы умножения, о которой мы говорили в первые лекции — это отличие долгосрочного и стратегического планирования. Принципиально в рыночной экономике любой руководитель должен владеть именно стратегическим планированием, который отвечает на вопрос, что нужно сделать сегодня, чтобы будущее состоялось. Условно, я, Маслова Елена Лорандовна, в 2024 году собираюсь стать президентом Российской Федерации. И тогда, вот я так себя вижу, тогда я должна понимать, какие шаги из сегодняшнего дня мне нужно простроить, чтобы эта моя цель состоялась. Это, естественно, пример, можно брать любой пример. Первый шаг всегда — это к той цели, к которой мы идем. Долгосрочное же планирование — это планирование из сегодняшнего дня. Например, я, Иванов, Иван, заканчиваю дистанционно в форме обучения по менеджменту и считаю, что благодаря получению высшего образования у меня появляется перспектива развития карьеры. Конечно, долгосрочное планирование тоже очень важно, но если вы хотите заниматься особенно собственным бизнесом, вы должны прекрасно понимать, что вы собираетесь сделать в таком-то году, какую часть рынка взять, и тогда понятно, какие шаги и что вам нужно делать уже сегодня, чтобы это свое видение достичь. Очень важными являются принципы планирования. Опять на первом месте — цель, то есть цели полагания. Но так как целей может быть у фирмы несколько, поэтому третий принцип, который здесь указан — приоритетности — тоже нужно учитывать, потому что если несколько целей, тогда надо выбрать та, которая в приоритете, и именно на достижение этой цели направить основные усилия. Что такое принцип диверсификации? Это когда, вот как потребительская кооперация в университете, в которой вы учитесь, есть разные виды деятельности. Какой-то вид деятельности прибыльный, какой-то вид деятельности не очень прибыльный, отвечает социальной миссии, например, потребительской кооперации, и тогда прибыльная деятельность перекрывает убыточную социальную деятельность нашей организации. То есть разные виды деятельности, чтобы всегда быть на плаву. Насчет вариативности я говорила или вариантности. Варианты разработки планов могут быть несколько. Очень важны в рыночной экономике выполнение контрактов. Мы говорили в общих принципах ориентации на потребителя. То есть, если мы заключили контракт, мы именно под этот контракт и разрабатываем программы, получаем нужные, если аккредитация или сертификация, ресурсы человеческие, материальные ресурсы. То есть, нельзя производить то, что никому не нужно. Но если контракт заключен, там есть штрафные санкции. То есть, если мы не вовремя сделали то, что мы обещали, накладываются штрафные санкции. Очень важно для руководителя уметь планировать свою собственную деятельность. У нас целая отдельная дисциплина. Это управление карьерой и тайм-менеджмент. Если руководитель не умеет управлять самим собой, не умеет управлять своим собственным временем, вряд ли он сможет управлять коллективом. Поэтому самопланирование, там целый круг самопланирования, который включает почти те же самые функции, как и функции менеджмента. Это целеполагание и информация. Там в самом центре контроль, безусловно. Мы контролируем то, что мы запланировали, насколько мы достигли то, что есть. И очень интересный принцип, завершающий принцип принципов планирования, это принцип Эйзенхауэра. В свое время Эйзенхауэр разделил все дела, которые есть у руководителя, на четыре категории. По двум параметрам. Важно и срочно. Важно, не срочно. Срочно, но не важно. И не важно, не срочно. На практических занятиях со студентами, на тренингах с руководителями мы заполняем эту матрицу Эйзенхауэра по дельным весам. Сколько времени занимает из 100% времени руководителя каждый квадрат. Здесь примерно приведено, что относится к тому или иному квадрату. Например, важно и срочно. Это дела уже на категории кризисной ситуации, когда отложить данную проблему нельзя. Проект уже находится на грани срыва, и надо быстро-быстро что-то делать. Подготовка срочных встреч, презентации, очень важные отчеты. Но если у руководителя, получается, в этом первом квадрате максимальное количество времени он занимается, мы называем это режим ошпаренной кошки. Или пожарная команда, как называется это в России. Потому что он все время куда-то бежит, 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 бежит. Именно поэтому одна из опаснейших профессий в мире, это профессия руководителя, потому что он не умеет планировать собственное время. Конечно же, в деятельности руководителя должно максимально занимать второй квадрат. Важно, но не срочно. То есть работа на перспективу. Точно так же у каждого человека именно этот квадрат. Например, обучение, например, построение отношений, развитие бизнеса, поиск возможностей, действия по поддержанию баланса. И самый опасный квадрат — это четвертый, который неважно и несрочно. Если вдруг здесь что-то много получается у человека, ему стоит задуматься. Особенно если это работник, за что ему вообще платят зарплату? За ненужные, неважные дела. Причем он сам обычно это определяет, эти удельные веса. Мне очень нравится, когда мы изучаем матрицу Эйзенхауэра в английском варианте. Это A, B, C, D. Но есть русский вариант. A, B, V, G. И один из авторов гениально сказал по-русски. G, оно и есть G. Выбросите вы эти дела и делайте только то, что важно, не срочно. Важно или срочно. Вот если мы не умеем планировать, то наши дела из важных, но не срочных, моментально переходят в первый квадрат. Важно и срочно. Поэтому уметь планировать свою работу, уметь планировать деятельность подчиненных, деятельность подчиненного подразделения — это очень важная функция. Итак, мы закончили с вами тему номер два. Это основные моменты функции планирования. Конечно, есть там и стратегическое планирование, и схема стратегического планирования. Но это отдельная дисциплина, где вам это подробно все расскажут.